Не только словом, но и делом военно-патриотический клуб «Голубые береты» объединил почти 20 подростков. Эти ребята не только мечтают о будущем, они вовсю готовятся к военной карьере. Регулярные тренировки и соревнования помогают приблизиться к цели. Накануне Дня защитника Отечества ребята состязались в умении ориентироваться на местности. За ходом наблюдал наш корреспондент Карин Харитонова. Заброшенная база в военном городке Клин-5. Еще недавно пристанище сомнительных компаний. Сегодня спортивная молодежная площадка. Инициаторы перемен – бывшие десантники. Хотя бывших десантников не бывает. Они просто взяли ответственность на себя и возродили патриотическое движение. Чтобы дети не слонялись по подвалам, по подъездам. Не пили тоже адреналин. Везде распространяются наркотики. Чтобы они были в нашем клубе, учились в военном патриотизме. Патриотами не рождаются, патриотами становятся. О способах знают в десантных войсках. Формула незатейлива – познать себя и бесценный опыт других. Знания получены, кто в боевых действиях, в жизни. Ну, как говорится, все понемножку свои какими-то тонкостями знания, опыт передается. Детям это нравится. Пропаганда здорового образа жизни. Самое основное. Обучаем, как березовый сок ставить. Костры разводить, палатки. Как спускаться, как автомат разбирать, как стрелять. Все, все. У нас, в принципе, все нормативы. Самое главное – это дисциплина. Дисциплина помогает отработать навыки и победить в соревнованиях. Почти каждый месяц зачетный. На этот раз патриотический клуб «Голубые береты» принимал гостей и соперников из Дмитрова и Монина. Проверяли способность ориентироваться на местности. Дано карта с метками и компас. Найти шесть заданных точек за полчаса. Три, две, одна, старт. «Голубые береты» к лицу не только парням. Екатерине Колышевой – 16. Девушка мечтает прыгнуть с парашютом и поступить в рязанское военное. Занятие в клубе – важный шаг на пути к ее мечте. Здесь отношение к тебе по-другому. Военное дело сближает. В школе оно не так. Выдают в то же время здоровье. И люди рядом со мной хорошие. Они в тебя верят, ты в них веришь. Десантники верят в ребят, а воспитанники клуба – в свои силы. А потому часто уверенно побеждают. И на этот раз «Голубые береты» оказались на высоте. Но победа – просто констатация факта. Главная цель таких встреч – общение и обмен опытом. Карина Харитонова, Юлия Левицкая. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова